Тренажёр Тренажёр – независимая грибная тяга снизу. Главные мышцы для данного тренажёра – это верхняя часть спины, ромбовидная и средняя и нижняя трапециевидная мышца. Значение нагрузки на эти мышцы сложно переоценить, и это касается любой силовой программы. Данное упражнение можно назвать самым важным для гармоничного развития верхней части тела. Большинство людей в современном мире постоянно сидит в автомобиле или за компьютером, они сутулятся. Нагрузка на мышцы расправляющей плечи крайне важна нам для восстановления правильной осанки. В названии я также произнёс слово «независимой». Это значит, что у тренажёра правые и левые рукояти независимы друг от друга. Таким образом, вы можете выполнять упражнения двумя руками одновременно, только одной рукой или двумя руками по очереди, а также использовать неравномерную нагрузку. Тренируемое движение очень часто применяется в реальной жизни. Мы задействуем эти мышцы, когда поднимаем какой-то груз. Тренажёр позволяет выполнять упражнения одной рукой, и это важно ещё и потому, что таким образом укрепляются также мышцы-стабилизаторы позвоночника и мышцы, осуществляющие вращение корпуса. Приступаем к упражнению. Установите сидение на такую высоту, чтобы при притягивании рукояти к телу предплечье находилось бы под углом 90 градусов корпусу. Мы помним, что на тренажёре две независимые точки установки дисков, поэтому если вам нужна равномерная нагрузка, проверьте, чтобы вес на сторонах был одинаковым. Итак, мы готовы. Садитесь. Ноги вперёд. Не опускайте подбородок, грудь высоко, пресс напряжён. Сохраняйте естественный изгиб спины. Берёмся за рукояти с нейтральным положением кистей. Не опуская подбородок и не поднимая плечи, начинаем движение со сведения лопаток, притягиваем рукояти к себе, локти не заходят за плоскость корпуса, возвращаемся в начальное положение. Не поднимая плечи, сводим лопатки, притягиваем рукояти к себе, возвращаемся в начальное положение. Мы помним, что рукояти движутся независимо, поэтому существует несколько методик использования тренажера Сейчас мы выполняли упражнения двумя руками одновременно, что помогает сбалансировать разницу в силе правой и левой рук Но мы также можем выполнять упражнения одной рукой Есть несколько вариантов расположения свободной руки, я рекомендую класть ее себе на живот Сначала выведите плечо вперед Начиная с движения плечом вниз и назад, тянем рукоять к себе, но не заводим локоть назад После того, как вы сделали нужное количество повторов на одну руку, выполните упражнение другой рукой На тренажере имеется также дополнительная рукоять, которая может помочь нам стабилизировать положение корпуса Но это несколько уменьшает нагрузку на мышцы-стабилизаторы области живота Выполнение упражнения одной рукой помогает развивать мышцы-стабилизаторы позвоночника А также мышцы, участвующие во вращении корпуса На этом тренажере вы можете также использовать поочередные движения Все точно так же Не опускаем подбородок, грудь высоко, пресс напряжен Выполняем упражнения сначала одной рукой, а затем другой Таким образом мы поочередно включаем в работу мышцы-стабилизаторы правой и левой стороны А также поочередно задействуем мышцы-вращатели корпуса Если, например, вы восстанавливаетесь после травмы, можете использовать неравномерную нагрузку Использование разного веса на правой и левой рукояти позволяет снизить нагрузку на одну из рук Таким образом травмированная рука может выполнять упражнения со сниженной нагрузкой Вот какие ошибки встречаются при выполнении этого упражнения чаще всего Часто люди забывают работать спиной Плечи остаются спереди, движение выполняется только за счет притягивания локтей Они забывают включить в работу мышцы-стабилизаторы верхней части спины Именно поэтому при обучении мы всегда повторяем, что движение начинается с движения плеча вниз и назад Вторая ошибка – локти отводятся слишком далеко назад Некоторые тренеры даже советуют использовать такую максимальную амплитуду движения Но мы знаем, что нежелательно включать в работу верхние трапециевидные мышцы А они начинают работать, как только локоть заходит за плоскость корпуса Поэтому, если у вас нет задачи укрепления мышц, поднимающих лопатки, не заводите локти назад Третья ошибка – переразгибание спины Во время выполнения тяги некоторые излишне выгибают спину Старайтесь сохранять нейтральное положение И последнее При использовании одной руки очень внимательно следите за симметричным положением корпуса Старайтесь не заваливать корпус вперед и к рукояти Или назад Не отклоняйтесь от рукояти Стабилизируйте корпус за счет работы мышц А не за счет смещения тела Если вы хотите, чтобы ваша программа была сбалансированной Рекомендуем также включить в нее независимый жим от груди Хаммерстренд Продолжение следует... Продолжение следует...